Всем привет, СВС на проводе, это канал с полезностями для путешественников. Если вы любите путешествовать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Сейчас мы с вами находимся у Павелецкого вокзала, и здесь представили новый плацкартный вагон. Соответственно, давайте посмотрим, что же там новое. Выставка продлится до 16 октября 2020 года. Ориентир, первый подъезд. Вход бесплатный. 808 в своем видео уж больно нахвалил этот вагон. Ну что ж, посмотрим. Самым главным новшеством это более широкий вагон, что позволило увеличить длину полки до 15 сантиметров, что не может не радовать. Второе, что бросается в глаза, это изменение раскраски вагона. Намечается уход от серого цвета в сторону белого. Интересно, что Аэрофлот также вернулся к раскраске своих самолетов в белый цвет. Также появились своеобразные бумеранги на сером фоне. Это мне отдаленно напомнило раскраску авиакомпании Россия. Наверное, тут один дизайнер поработал. Но такая расцветка мне больше нравится. Также табличка с маршрутом вернулась на кузов поезда, как в Советском Союзе, но уже цифровая. Давайте уже зайдем внутрь. Теперь в поездке вы можете себе налить не только горячей воды, но и холодной воды. Краны с горячей и холодной водой расположены в начале вагона напротив купе-проводника. Сначала давайте просто пройдем вдоль всего вагона и посмотрим на очевидные изменения. И первое, что бросается в глаза, это вот эта гордость дизайнеров. Это шкаф посреди купе во всю высоту вагона. Верхние распашные отсеки предназначены для чемоданов верхних пассажиров. Нижние выдвигающиеся ящики предназначены для обуви как верхних, так и нижних пассажиров. Представляю, какая там будет слякоть от московских реагентов зимой. Ширина где-то около 50 сантиметров. Также здесь имеется выдвигающийся ящик или столик для нижних пассажиров. Если же этот столик уже не выдвигается, то вы можете трансформировать сидушку наподобие, как это делается в боковой полке, и сделать себе отдельный дополнительный столик в средней секции вашей полки. Интересно, что за шкафом идет глухая стенка, и вы никак не можете контактировать с вашим соседом. А вот с соседом из другого вообще купе вы можете спокойно контактировать. Спрашивается, почему здесь тогда не сделать какой-то лючок открывающийся? Мне кажется, это было бы логично общаться со своим соседом по купе, чем с соседом, который в другом купе находится. То же самое у нас происходит и на верхней полке. На всех полках имеются люки в соседнее купе, и никак они не закрываются. Боргпроводники уверяют, что будут закрываться, запираться, но не факт, что именно на вашей полке не будет сломан замок. Мне бы было бы точно дискомфортно спать, утнувшись носом в эту дребезжащую дверку. Да и потом плацкард сам по себе представляет неизолированное какое-то пространство. Поэтому делать какие-то дополнительные люки, я думаю, нецелесообразно. И если надо, то всегда можно заглянуть и так в соседнее купе через проход. Также можно общаться по Wi-Fi. Она будет фиксироваться, для чего она сделана. Что если, допустим, вы едете здесь, а ваша подруга с той стороны у вас была возможность вместе с собой контактировать. Если такая вот, ну, так такого не надо, то есть вы все ездите здесь, там не знакомые вам люди. Вы просто шторки закрываете, фиксируете, никто ее отбудрит. Она не откроется. Да, 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 все верно, потому что мы не откроемся. Дальше у нас прямо по курсу будет душевая и два туалета. Вот, можете посмотреть. Можно ли вам что-то подсказать? Да пока смотрю просто. Три уровня матраса. Вот, пожалуйста, вот здесь вот человек будет, если признется к стенке, вот здесь вот он, вот, прогибается матрас, да, вот человек лежит уже на этой вот фигне. Хорошо, было бы здорово, если вы... Добрый день. Да, проходите. Тут душевые. Да, ванна. Душевые – это хорошо, давно пора. Да, в конце и в начале вагона вы увидите. А сюда дополнительный багаж, да, можно разникать? Или тут товары? В первую очередь рассматривается половина для животных, другая половина для проводника. Ага, понятно. Сохранение матраса, тут подушка. Вот, что мы сделали. Это что такое, да? Где он может быть? Да. А сейчас давайте немного остановимся вот на этом варианте купе. Как вы видите, долго, наверное, думали, куда бы поставить шкаф и нашли отличное место прямо в проходе. Почему бы и нет. Вот. Вот. И здесь у нас имеется шкаф во всю высоту вагона. Сверху для верхних пассажиров, а внизу для обуви. И вообще обратите внимание, какая там, где полки темнота, при том, что сейчас вообще день. Спасибо. И также у каждого пассажира в распоряжении имеется два USB-порта, светильник и воздуховод. Он взят из самолета. И мне кажется, для поезда это маленький. Надо было сделать побольше, хотя бы как в автомобилях такие воздуховоды. И маленькое окошко совершенно. Вот так вы будете размещаться на вашей полке. То есть тут вообще очень тесно между стенкой и этим шкафом. И не сесть, не встать. И толком в окно даже не посмотреть, потому что она достаточно далеко и за углом шкафа расположена. И вот так вот выглядит верхняя полка. И сейчас мы заглянем в соседнюю полку. Со шкафом посередине там еще меньше окошка, чем внизу. Наверху вы имеете свой персональный столик, если нет багажной полки. Обратите внимание, что ноги нижних пассажиров могут упереться в лестницу. Однако ногам верхних пассажиров упереться не за что. И они будут продолжать вывешиваться в проход. Единственный плюс от этого шкафа для верхних пассажиров, это то, что уж вы точно не свалитесь вниз. Дверцы в шкафах не защелкиваются, что может привести к падению вещей во время езды. Да и вообще, я думаю, что вся эта конструкция будет ужасно доребезжать во время езды. Не знаю я, сколько можно проехать. Вот сколько бы вы проехали в таком купе со шкафом посередине. Потому что здесь очень тесно. Я еле вот сюда прохожу. Окошко вообще очень маленькое. Туда невозможно даже спокойно смотреть. Ну, одну ночь я бы, наверное, проехал. Но Москва-Владивосток явно не для этого купе. И столик этот в стиле боковой полки также мне не очень понравился. Во-первых, потому что вообще сама эта конструкция, вам туда с таким трудом надо забираться. И потом он часто мешает ноги, чтобы его открыть, если у вас пухлые ноги. И также вам надо куда-то надевать постельное белье, чтобы его разложить. А теперь давайте посмотрим без шкафа посередине купе. Смотрите, сколько здесь простора, сколько воздуха, сколько света. Если вам нужно какое-то личное пространство, вы просто возьмете и занавеской отгородитесь. И не надо тут никаких шкафов городить. И спокойно можно и встать, и слезть, и не мешаться, не толкаться в проходе. Потому что когда шкаф, вы просто не можете зайти в купе. Там максимум только один человек к этому шкафу может подойти. Также понравилось освещение, где используется в меру яркий, теплый свет. И материалы отделки выглядят добротно. Хочу отметить, что на видео все выглядит каким-то хлипким. Но на деле все оказывается достаточно прочным. Мне все-таки определенно, мне этот формат купе больше нравится. Можно спокойно сесть за столик, выпить стакан чая, посмотреть в окно. А если надоел собеседник и попутчик, можно просто отгородиться занавеской. У вас свое окно, у кого-то здесь. То есть, у вас свое окно, у твоих колокольчиков. Если вы закрываете, вы закрываете, вы закрываете. У меня окно с двумя шторками. Здесь такое и снизу, соответственно, у них есть шторки. То есть, теперь вы друг от друга не зависите. Дальше покажу третий вариант. Пойдемте. Третий вариант, когда сверху есть небольшая багажная полка. То есть, соответственно, туда можно сажать какой-то легкий багаж, по типу портфеля и ручной клади. Тяжелая багажка идет у нас вниз. В целом, она больше ничем не отличается от варианта, который тоже без шкафа. Дальше у нас... Ну, эта третья полка, это просто какая-то жесть. Потому что, если вы на второй полке сядете, вы просто будете упираться в эту багажную полку. И вам будет проблематично даже залезть с нее. А если у вас какие-то проблемы со спиной, то я вообще вам тогда не завидую. И разработчикам хочу просто сказать, если вы уже берете какие-то там воздуховоды, светильники, еще что-то из авиации, вы лучше посмотрите тогда, какие там классные сейчас, допустим, Боинг делает вот эти багажные полки над сидениями. Которые, когда открываются как ковш, и закрываются, и почти не скрадывают пространство. Хочу обратить ваше внимание, что теперь не осталось вообще никакого места для хранения ценных вещей, так как под полками теперь никакого ящика нету. А сосед спокойно откроет сломанный лючок и достанет вашу сумку из-под подушки. Повыше делайте, и он должен фиксироваться. Сломался, наверное, да? Столик сломался. Вообще должен фиксироваться. Фиксироваться? Да. Как диван знаете, один раз поднимите, и он зафиксировался. Это разные механизмы. Интересно. А, вот так вот можно и сам, и сидеть. Можем. Да, а за столиком-то как же? И тут второй пассажир может сидеть. Да, да уж второй. Тут одной бурзи. А вот на эту выдвинь. Раз, два, три, четыре. А тут? Так тут тоже так же, это стедушка. Единственное, что постельное белье надо как-то складывать. Это для верхних пассажиров все. Подождите. Тут, видите, на нижнее место. А нижнее, это не одежда, это только для чемодана. Чемодан? А внизу... Да, внизу для обуви. Так что я вам расскажу. Какие вопросы? Ну, вот одежда. Три, только на крючках. Ну, плюс у вас в чемоданах. Здесь будет багаж? Все верно. Вот здесь и здесь багаж. Снизу тоже мелкий багаж. Плюс вашу обувь, если надо вам ее туда убирать. Нет, а вот это, вот для обуви, нет? Да, все верно, вот, для обуви. Ну, тут нарисована обувь, но вы сюда можете располагать не только обувь. Мы же понимаем, что сюда могут пойти и сумки, и там... А постельные принадлежности? Постельные принадлежности у нас хранятся прямо по правую руку. Там будет целый огромный стеллаж, которым заведует проводник, и он спокойно выдает постельные брюки. Уже без матрасов, да? Будут матрасы. Будут? Верхние кровати, в принципе, в новых поездах, они всегда заправляются. Они уже изначально заправлены, вы приходите уже на заправленные кровати. А здесь матрас... А когда вот кушаем мы там, куда девать это? Смотрите, это решается, как это будет происходить. А нам пока, как бы, политическое светое, с ним разворачиваем. Здесь не путать, что ли, да? А? 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 А, просто это чисто наша русская привычка, все делать до упора. Сейчас. Я его опущу. А, сейчас я тут, возможно, и право не опущу. Да, кто-то... Еще поезд не уехал, уже ничего не работает. Я сообщу. Мы взломали. Я сообщу руководству, возможно, кто-то сломал, я сообщу руководству. Вообще, они легко за что фиксируются. А не покажите на этом тогда. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока, до встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok